Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Сегодня я нахожусь на птенере обновления 9.1 И мы поговорим о новом рейде, а конкретно о бое-предметах. Что такое бое-предметы? Beans of Equip. Персональные при надевании. Предметы, которые хорошо ценятся в момент старта рейдов, которые актуально покупать для каких-либо твинков И какие-либо мифические бое-предметы частенько покупают мифические рейдеры, рейдеры, которые гонятся за ворлдферстами То есть бое-предметы имеют ценность особую в этой игре И компания Blizzard всегда регулирует их различным образом, увеличивает шанс выпадения, уменьшает Делает бое-предметы только для определенных каких-либо слотов и как-либо корректирует итем-левел Сегодня поговорим о бое-предметы, которые вообще будут падать в рейде Светилища Господства Как мы прекрасно знаем, в нашей замечательной игре 4 типа брони Ткань, кожа, кольчуга, латы Именно в таком порядке я сегодня покажу, расскажу, какие бое-предметы будут падать Начнем Ткань Два предмета вообще будет в принципе у абсолютно всех типов брони Это не слишком много, но так если подумать, то и немало Обладателей тканевых доспехов ждет замечательный поясок с искусностью И неплохие перчатки с универсальностью Друиды и прочие классы, которые носят кожаные доспехи Могут получить интересные запястья бое-шные Со статами искусности крит А также ножки Крит искусность Очень много крита Почти соточка Шаманы Охотники В свой арсенал могут получить ножки Кольчужные С очень большим количеством универсальности А также поясок С большим количеством критического удара А обладатели латных доспехов В свой арсенал могут получить ступни С характеристиками Скорость, искусность А также запястья Универсальность И крит Собственно, касательно этих бое-шек Что я могу сказать Ну, довольно-таки интересные слоты То есть, что получается В основном это либо поясок, либо запястье И ножки, перчатки, ступни То есть, нету никакого нагрудника, например Нету плечей, нету головы Нету плаща, как, например, смотреть по замку на афре Нету колечка никакого абсолютно То есть, нету каких-то общих бое-шек Это интересно И это все-таки как-то немножко ударит По одеванию в новом обновлении Бое-шки, конечно, будут цениться Но нужны ли они будут людям Именно в этих слотах Вот это уже вопрос хороший А также приоритет характеристик Весьма чудной Потому что универсальность в большом количестве В пве, ну, немногим-то нужна классам Так если задуматься Так что Поживем, увидим Но я думаю, на самом старте Плутать какую-нибудь бое-шечку с мифика И экипировать ее Будет довольно-таки неплохо Но все-таки не стоит забывать о том То, что компания Blizzard Говорила однажды о том Что в новом рейде Свиделище господства Будет снижена вероятность Выпадения бое-шек По сравнению с Замком нафре Поживем Увидим Всех вам благ Счастья, здоровья Берегите ноги, моете руки Не забывайте о ссылочках в описании До скорого